Здравствуйте! Это Вена. Чи ир Виине? Ирья у Ваккарс. Быстро пришел вечер. Я тут у главного вокзала, но хочу показать ту достопримечательность, которая тут совсем-совсем близко. Мне показывают, что идти всего лишь 6 минут. О, как выглядят здания у вокзала. Ну, кстати, отсюда все же 12 минут идти. Но это все равно немного. Если будет возможность, покажу все это еще завтра при дневном свете. Но завтра уже под утро уезжаю с самолетом. Но вечером тоже можно увидеть то, что невозможно днем. К тому же днем и реально жарко. По городу, особенно вот в таком крупном городе, Вена действительно это большой и очень большой город, я думаю, как назвать. Вот, не попал. Закрыли как раз передо мной. То есть там зашел за эти ворота. Там дальше вот сказал Шлуссен, Шлуссен. Ну, видимо, до 8. Ну, попробую, если удастся, то завтра. Ну, хорошо, что не остался на ночь в этом парке. Но в целом там музей и сад Белведере. Чуть-чуть видно. Наверное, там красиво внутри. Но из-за жары днем очень затруднительно. Где-то ходить, гулять хочется как бы где-то прохладу найти. 33 градуса сегодня было. Особенно это чувствуется там, где нет зелени. Вот такие трамваи тут едут. Ну, я тогда проедусь где-нибудь в сторону центра больше. Пока смотрим в окошко, но, к сожалению, наш трамвай едет очень медленно. Я хотел доехать до Венской оперы, но этот трамвай слишком медленный. Так, мы тут что-нибудь уже видим. Ну, это просто отель. А это направление нас обещает подвезти еще ближе к центру. Хотя, это, конечно, есть центр. Вена, город двухмиллионник с двумя миллионами жителей. Надеюсь, этот пойдет быстрее. Он едет на Фридрих-Энгельс-Плац. Да, тот действительно шел быстрее, но уехал я слишком далеко. Пришлось возвращаться, потому что вот здесь, здесь как бы начинается старый город, да, здесь центральная часть, где и, как видно, проходит вечерняя жизнь. Вот, сейчас девять вечера, температура плюс двадцать семь. Завтра опять тридцать один обещают, но это уже меньше немного, чем было. Жара постепенно слабеет. О, вот так выглядит центр Вены. Ну, Вена, это историческая столица Габсбургской империи. И это реально чувствуется, такой столичный или даже имперский дух тут. Последние действительно древние. Письменная история начинается еще в первом веке нашей эры, как римская крепость. Уже в двенадцатом веке город стал столицей Австрии, но право города получил всего лишь в 1221 году. Это всего лишь четыре года раньше, чем Рига. Тут пройдусь. Пишечка Мдовенской оперы тоже, смотри, дойду. Тут, конечно, преобладает немецкий, но хорошо знают также английский, лучше, чем в Чехии. Бывают и иммигранты, и нередко, даже очень, то есть очень нередко, скорее всего, довольно часто, слышится также и русский язык. Где сейчас он не слышится? Куда еду по Европе? Везде его слышно сейчас. Кстати, в городе весьма часто размещены кран свободного доступа, где находится питьевая вода. И даже такая вода, которая обрызгает, чтобы прохладиться. Да, вот что значит 2 миллиона жителей. На площади, немного превосходящей территорию города Рига. О, кафедраль, какая ракету кто-то запустил. Но что касается меня, конечно, в какое-то время интересно так посмотреть, понаблюдать, но я жду. Вот, знаю, что завтра уже собираюсь отправляться в место, где все же попросторнее. Я поэтому даже в Игине живу, что, ну, хочется все же больше места, так сказать, на одного человека. Вот смотрю на эти стены, как-то немного даже устрашающе-то выглядит. Правда? О... Ну, да, вот тут инерсити, а я немного там дальше поехал. Ну, лук, так, изскатался в Венес-центр с вакаром, лук, как ира пилсета, где 2 миллиона человек. Архитектура, как-то, по Ригу, как-то, как-то, гадина. Вот это такой экран. Двух сторон, теперь не видно, но днем, как так разбрасывает такую немного углу. Ну, получается, что это и есть знаменитая венская опера. Та одну шеет ирвинис вауцц опера. Ох, как тут выглядит, только откуда-то неприятно пахнет. Ну, Вена, конечно, прежде всего знаменита венскими классиками, знаменитыми мировой славы, композиторами. И, надо сказать, что их дух тут до сих пор чувствуется. Город живет этим. Очень много что напоминает про венских классиков. Ну, даже вот стиль очень много виден, это классические, даже строения, очень много. Ну, вот, попрощаюсь с венской оперой. Такая мощная. И поеду в гостиницу. Скорее всего, это тот же опять первый. Он так более пустой, как остальные, как бы. А сейчас я вышел на венском центральном вокзале. Хотел немного ее показать. Тут действительно такие лабиринты. Вот сверху уже виден поезд. Вот тут, например, пригородные поезда и метро. Также тут едут трамвай. Здесь же находится автовокзал. Ну, а тут самое главное железнодорожный вокзал. я так уже думал, он открыт совсем недавно, в 2015 году закончен. Потому что я помню, что когда раньше тут переезжал, то станция находилась в другом месте. Тут раньше был какой-то оригинальный вокзал, но вот сейчас сделали такой хаб. Лучшие вины центровые стации Каспабэк татикадил тук сто петь по центре агода. У них шашейт из катастагом. Покстан селгандри с 10 вакара. Тут есть и лоу-постер. Вот эти я как раз ездил на Борно. Вот это самые низкие цены. Тут даже на Будапешт можно как бы начиная от 9 евро доехать до Праги за 12. Но это минимальное. А поездов тут реально очень много. Видите, даже сейчас так поздно вечером каждую минуту практически отправляется поезд. Также тут идут поезда на Варшаву. Откуда уже рукой подать в Балтию. Вот такой удобный зал для ожидания небольшой имеется для пассажиров с билетами. Тут нужно сканировать билет. Тут даже зарядка имеется. Ого, тут даже кофейные автоматы как я понимаю бесплатные. Ну а так выглядит выход к платформам. Платформ тут как я понимаю 12 то есть путей 12. Вот как раз увидела сейчас отправиться поезд на Берлин. То есть на Берлин тоже можно отсюда уехать поездом. Так что имеются и ночные поезда. Мест для ожиданий в принципе немного. Вот наверное как раз и эти. Ну а это полное расписание. если выйдешь на другой стороне то выглядит вон так. Магазин работает тут с 6 до 23. Берлин и на Варшаву тоже есть ночной 23.10 9 утра в Варшаве. Раньше наверное был и на Москву. Найт Тет уехал. Ночной поезд был. Тут просто едет выйдем из депо Интер Ситы А я вот таким поехал. Вот так звучит музыка тут нашем отеле. Ну а сейчас уже следующее утро утро. Опять русский язык услышал много их реально. А тут какие места сделали для ожидания. Вот под крышей ветер не дует дождь не идет снег. А тут автоматы для напитков и закусок. О это проходящий поезд Рейль Билет тут также местные тригородные останавливаются. Тут наверное Допоя там другая сторона тоже. Вот так тут выглядит видно город. Билет уже куплен на аэропорт и кстати реально дешево. Вот поскольку у меня действителен городской билет на 24 часа то нужно доплатить всего лишь за проезд за городом это стоит всего лишь 2 евро. Представляете? А если не было бы городского билета ну скорее всего вот как я ездил сюда 4.50 что-то такое. Так что общественный транспорт тут в принципе недорогой. А билет суточный тут стоил 8 евро. И на все виды транспорта метро пригородные электрички трамвай автобусы на все все А Си Интерсипе Экспресс Дойч Ван Немецкий А вот этот какой простенький и вот такой простенький Ну и так прощаюсь с вокзалом так он выглядит днем Ну вроде это должен быть причем он доезжает всего лишь одна остановка до аэропорта и время в пути 15 минут всего лишь так указано Так сейчас внутри Тут еще заходит заходит хотя уже 2 минуты раньше должен был отправиться что тут вообще происходит непонятно бегут бегут отправляемся с опозданием на 7 минут все приходили приходили еще садились пока забили полностью Ну вот прощаемся с городом Вена крупным крупным городом в центр Европы какие тут новые кварталы но главная достопримечательность наверное это исторические места уже по полям видно там немного гор Австрия такая ну все же значительная мере такая немного горная страна но главная город они здесь Альф западная часть и отсюда из Вены как я смотрел можно ездить дальше там на Инсберг идут поезда на Штутгарт а там уже Швейцария Авст это Франция итак я уже в аэропорту благополучно приехал за 13 минут да поезд такой небольшой поэтому неудивительно что переполненный даже не знал но только случайно узнал что такое идет гугл не показывал просто вот когда на автомате покупал билет то там вдруг указывали такой вариант самый как самый быстрый причем по городской цене ну и когда ездил сюда вот ездил другим он шел медленнее и по другому маршруту да тут получается еще целая компания детей села этот состав departers как бы на совсем другом месте ну наконец-то вот это первый терминал не отправляются самолеты по ченгену как я понимаю видео как я сюда прилетел уже был выложил надеюсь уже на этот момент это на предыдущую ну даже не предыдущего перед этим видео посмотрите и пожелаю вам всего доброго до новых встреч все всего счастливого